С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 11 июня. Общероссийский день рассеянного склероза. Это хроническое заболевание центральной нервной системы, наиболее часто возникающее среди молодых активных людей в возрасте от 18 до 40 лет. Это приводит к утрате работоспособности и последующей инвалидности. В среднем диагностируют 20-30 случаев болезни на 100 тысяч населения. Это довольно много. В России рассеянным склерозом болеет более 200 тысяч человек. У родившихся в этот день 1573 год. В этот мир приходит Бенджамин Джонсон, английский драматург и поэт, теоретик драмы, автор сценического жанра сатирической комедии нравов. Биография Бена Джонсона была весьма бурной. Был солдатом, актером, за убийство на дуэли приговорен к виселице, который сумел избежать только благодаря вмешательству влиятельных друзей. Но главное, был другом Шекспира, инициатором первого посмертного издания его пьес, которому предпослал стихотворение, обращенное к Шекспиру. И Джонсон точно знал, что Шекспир был. 1811 год. День рождения Виссариона Белинского, русского литературного критика, демократа, философа. Отец русской интеллигенции, как его называли, власти относились к неистовому Виссариону, это еще одно название, настороженно. А комендант Петропавловской крепости Скобелев, встречая критика на Невском, непременно шутил, когда же к нам берегу для вас тепленький казематик. 1910 год. День рождения Жака Ифа Кусто, французского океанолога, который первым применил акваланг в 1943 году и технику подводной съемки. Спустя 8 лет он совершает первую из большого числа исследовательских экспедиций на судне Калипсо. Его фильмы и книги сделали его национальным героем. При испытаниях нового дыхательного оборудования Кусто несколько раз мог погибнуть, но рисковал. 1975 год. День рождения Дениса Мацуева, российского музыканта, знаменитого пианиста-виртуоза, народного артиста России. Число концертов в год достигает 150. Диск «Неизвестный» Рахманинов вошел в список номинантов на престижную премию Грэмми. И еще одна деталь, которая удивит многих. Рост Дениса Мацуева – 1 метр 98 сантиметров. События дня. В 978 году на Великокняжеский Киевский престол взошел князь Владимир Креститель. Хотя начинал он свою деятельность как представитель язычества. Княжил 37 лет, очень долго по меркам того времени. Правил, говорят, толково. Отражал вражеские набеги. Сам ходил в походы. Основывал города. Щедро награждал дружину. Однажды велел перелить на жалование отрокам личное столовое серебро. Постоянно устраивал многолюдные пиры. За что его назвали Владимиром «Красное солнышко». Причина решения крещей очевидна. Принятие христианства вводило страну в тогдашнее мировое сообщество. В 1742 году Бенджамин Франклин изобретает кухонную плиту. Она получает название «Печь Франклина» и отличается экономичностью и компактностью. Она до сих пор используется во многих странах мира. 1826 год. В Москве, в доме Ланге у Никистских ворот, открывается первая в городе «Глазная больница». Ее директором и главным врачом оставался в течение 31 года русский немец Петр Броссе. Клиника имела 20 коек и кабинет для приема больных. Своё жалование доктор, как и многие другие врачи больниц для народа, оставлял в пользу клиники, живя на другие доходы. На эти и другие пожертвования еще 4 года спустя был куплен комфортный каменный дом. В Европе было приобретено все необходимое оборудование. И в ноябре того же года клиника начинает прием пациентов. 1858 год. В Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор. Обряд проходит в день памяти преподобного Исаакия Далматского в присутствии императора Александра II и иных членов императорской семьи. Были выстроены войска, которых император приветствовал перед началом чина освящения. Творение Монферрана – четвертый по счету храм в честь Исаакия Далматского, построенный в Санкт-Петербурге. 1937 год. Закрытый суд над маршалом Тухачевским и семью другими высшими военно-начальниками. В этот же день они будут расстреляны как участники военно-фашистского заговора Красной армии. 1964 год. Отбывающий в тюрьме пятилетний срок Нельсон Манделла по новому обвинению приговаривается к пожизненному заключению за подрывную деятельность и подготовку заговора с целью свержения правительства. Манделла выйдет на свободу лишь в феврале 1990-го, проведя в темнице почти 28 лет. 1982 год. На экраны США выходит фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин». Премьера проходит на Каннском фестивале. После окончания сеанса зрители устроили режиссеру 20-минутную овацию. Доходы от проката картины и продажи видеокассет превысили 700 миллионов долларов. Критики назвали инопланетянина лучшим семейным фильмом в истории мирового кино. 1992 год. Верховный совет России утвердил программу ваучерной приватизации. Так называемые приватизационные чеки распространяли через отделение Сбербанка. При их получении необходимо было заплатить 25 рублей. Ваучеры могли свободно продаваться и покупаться как напрямую между гражданами, так и через специально созданные чековые инвестиционные фонды. Номинальная стоимость выдаваемых населению купонов хоть и составляла 10 тысяч рублей, однако в реальности она оказалась равной цене двух бутылок водки. А «Волга», обещанная инициатором ваучеризации Анатолием Чубайсом, уже к концу года стоила 3-4 миллиона рублей. 11 июня 1996 года происходит взрыв в вагоне метро на перегоне между станциями Тульская и Нагатинская. Взрывное устройство мощностью около 1 кг в тротиловом эквиваленте было заложено под одним из сидений. Погибли 4 человека, пострадали 16. В декабре 1997 года будут задержаны двое подозреваемых. Их имена не разглашались. Сведений об несении приговора, сообщает ТАСС, в СМИ не публиковались. Ну и последнее. В 1842 году выходит свет поэма Николая Гоголя «Мертвые души». Произведение задумывалось в трех томах. Первый опубликован отдельной книгой «Похождение Чичикова или мертвые души» поэма Н. Гоголя. Заглавие, данное Гоголем своей поэме, было «Мертвые души», но на первом листе рукописи цензор Никитенко приписал «Похождение Чичикова или мертвые души». Так и называлось около ста лет поэма Гоголя. Из нее также была изъята повесть о капитане Копейкине. Гоголь же сам оформлял обложку романа, написал мелкими буквами «Похождение Чичикова или и крупными мертвые души». Гоголь рассказал в авторской исповеди и об Александре Сергеевиче. «Пушкин отдает мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы, и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому». Это был сюжет «Мертвых душ». Не знаю, как вы, а я перечитываю вечное произведение Николая Васильевича как минимум раз в год. Как это все-таки по-нашему? В произведении, в названии которого есть слово «мертвые», так много про настоящую, живую, современную российскую жизнь. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».